Приветствую вас на нашем военном канале. Сегодня мы подготовили для вас новый материал об амфибийных гусеничных машинах AEV-7. Прежде чем начать, хочу напомнить, как важны ваши лайки и подписка на канал. Если еще не подписались, сделайте это сейчас. После просмотра поделитесь мнением в комментариях или просто оставьте плюс. Амфибия AEV-7, верой и правдой служившая Корпусу морской пехоты США почти 40 лет, уходит в прошлое. Командование Коорпуса окончательно решило отказаться от использования этой гусеничной машины в боевых операциях, И хотя на вооружении остается около 1200 таких машин, их состояние давно вызывает беспокойство. Корпуса многих машин протекают, что делает их непригодными для амфибийных задач, и лишь немногие остаются полностью боеспособными. Разработка амфибийной машины, впоследствии ставшей известной как AEV-7, началась еще в конце 1960-х годов. На тот момент Корпус морской пехоты США все еще использовал бронетранспортеры LVTP-5, которые к тому времени стали откровенно устаревшими. Было принято решение разработать новые транспортные средства с улучшенными характеристиками, способные обеспечить более высокую боевую эффективность. Несколько компаний представили свои разработки, но выбор пал на модель от FMC. В 1971 году новая десантная машина-амфибия LVTP-7 официально поступила на вооружение. Она обладала прочным бронированным корпусом, обеспечивающим защиту экипажа и десанта, а также двумя водометами, которые позволяли ей эффективно маневрировать на воде. Мощность 400-сильного двигателя Detroit Diesel 8 V53 позволяла машине разгоняться до 72 км в час на суше. Экипаж AEV-7 составлял 3 человека – водитель, командир и стрелок. Десантное отделение машины могло вместить до 25 человек, а при необходимости – до 4,5 тонн груза. Таким образом, AEV-7 стала незаменимой на поле боя, сочетая амфибийные способности и высокую грузоподъемность. За годы служба AEV-7 прошла через ряд модификаций. Первая модель, LVTP-7, была вскоре обновлена до версии AEV-7.1, которая получила более мощное вооружение, включая крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм и 40-мм автоматический гранатомет. Были созданы и специализированные версии, такие как командирская AEV-7 и эвакуационная AEVR-7.1, оснащенная краном и оборудованием для технической помощи. Эти машины принимали активное участие в ряде ключевых операций. AEV-7 использовались при вторжении на Гренаду в 1983 году, во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году и в Иракской войне 2003 года, что подчеркивало их значимость в амфибийных операциях морской пехоты США. Однако, несмотря на боевые заслуги, со временем техника начала сдавать позиции. В 2020 году катастрофа, связанная с затоплением одной из машин на AEV-7 во время учений, привела к временной отставке этих амфибий. Их попытались вернуть в строй весной 2021 года, но вскоре стало понятно, что состояние большинства машин оставляет желать лучшего, и с 30 единиц техники, лишь одна была полностью готова к боевым действиям. Теперь, AEV-7 планируется использовать исключительно как сухопутную гусеничную машину, оставив ее амфибийные возможности в прошлом. В случае масштабных боевых операций, США могут вновь вынужденно вернуть стареющие машины в строй, однако командование морской пехоты уже делает ставку на будущее. Планируется постепенная замена AEV-7 на современные колесные амфибии ACV, которых ежегодно закупается по 80 единиц. AEV-7 остается символом целой эпохи амфибийных операций корпуса морской пехоты США. Спустя десятилетия успешной службы, они заслуживают уважения, но мир меняется, и на поле боя требуются новые решения. Современные технологии продолжают развиваться, и будущее амфибийных операций уже принадлежит новым машинам, которые возьмут на себя миссию по защите морских пехотинцев на суше и на воде. В то же время, AEV-7 еще остается в строею. Несмотря на преклонный возраст машины, Румыния недавно закупила 44 таких единицы, что подтверждает ее актуальность для некоторых стран, ищущих проверенные временем решения для своих вооруженных сил. Спасибо за просмотр! Мы стараемся для вас! Заходите на канал, на котором вы сможете ознакомиться с множеством интересных материалов на военную тематику. Редактор субтитров А.Семкин